Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о семье Натальи Королёвой, Константина Эрнста и работе антикоррупционного комитета. Вот уже несколько месяцев подряд мать Натальи Королёвой, Людмила Порывай, находится в женском СИЗО города Москвы по обвинению в тяжких преступлениях, такие как устройство побега своего внука, финансовое мошенничество и многие другие. Ну а месяц назад к Людмиле Порывай присоединилась супруга генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста Софья Эрнст, которая обвиняется в участии в заказном преступлении против антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Женщины оказались в одной камере и между ними возникли натянутые отношения, однако эпогей конфликта произошел сегодня ночью. По данным администрации заведения Людмила Порывай, которая в последнее время страдает психическими расстройствами, в результате ночного конфликта Софья Эрнст нанесла супруге Константина Львовича несколько ударов остроколющим предметом, напоминающим нож. Откуда у Людмилы Порывай появилась заточка, пока неизвестно. Софья Эрнст в критическом состоянии была доставлена в реанимацию. К слову сказать, что в заказном преступлении против антикоррупционного комитета обвиняются не только Софья Эрнст, но Леонид Ермольник, Геннадий Хазанов и Александр Рева. Но и по традиции последние новости о работе антикоррупционного комитета. Заявку на вступление в организацию Никиты Михалкова подал известный советский и российский артист Стас Садальский. Новый филиал антикоррупционного комитета Никиты Михалкова открылся в городе Астрахань. Команда Никиты Михалкова арестовала финансовые счета Леонида Ермольника и Дмитрия Нагиева. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова перечислил 15 миллионов рублей на открытие бесплатных детско-юношеских спортивных школ в крупных городах Российской Федерации. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок антикоррупционный комитет, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok